Когда мне было 18 лет, я мечтала стать переводчиком и хотела заработать на обучение в университете. Привет, подруга! Привет, как дела? Да не очень, ты как? Да, в принципе супер, у меня есть хорошее предложение заработать в Телекс. Прикольно, а что за работа? Здорово, встреча вообще нет с Дельфинской. Договорились. Ну, я хотел накопить на машину. Хорошо, с оговором чуть позже разберемся. Давай, давай! Работаем! Работаем! Как только врачи выявили серьезное заболевание у моего отца, единственное, чего я хотела, это видеть его счастливым и здоровым. Ну, когда я уже домой поеду? Никуда ты не поедешь, ты нам еще денег должна. Кто продать вам? Я как-то раз увидела по телевизору номер горячей линии, и вот по этому номеру мне помогли. Однажды полиция ворвалась в место, где нас держали. Тех, кто нас удерживал, арестовали, а нас отпустили. Когда я стал требовать вернуть мне паспорт и документы, меня избили, вывезли на трассу, оставили там. Ну, добрые люди подобрали и довезли до больницы. Уже в больнице связались с правозащитниками, и они оказали мне помощь. Когда я вернулась домой, я обратилась в Международную организацию по миграции за психологической помощью, и они помогли мне вернуться к жизни. Не соглашайтесь на работу без оформления договора. Всегда проверяйте надежность своего работодателя. Обязательно берите с собой копию документов, и если вам удастся связаться с своими родными или близкими, то придумайте кодовое слово для того, чтобы сообщить, что вы в опасности. Продолжение следует...